Вы должны забрать и судить его по своим законам. Я читал историю об Иисусе, как его везли на казнь, как ему одевали Тернового и Венесного, но я никогда не задумывался, что он переживает. Когда ты находишься там, ты можешь хоть от счастья это ощутить. И одно я понимаю, что Иисус сильно любил людей, Он любил, и поэтому Он отдал Себя за нас. Субтитры создавал DimaTorzok В этом году у нас такая мини-пасхальная реконструкция, потому что время военное не позволяет нам более масштабно это проводить. Но все равно мы хотели провести хотя бы в миниатюре, но провести такое событие для того, чтобы люди немного отвлеклись от плохих новостей. То есть, чтобы подумали в первую очередь о тех событиях, которые произошли 2000 лет назад. Мы готовим кашу на мангале с овощами. Также у нас будут питы, которые римляне кушали еще в те века. Также будет мясо, жаренное с овощами. Эти доспехи я лично делаю. То есть, например, кольчугол. Это я был в музее в Израиле в Масаде. И вот эта чешуя, это именно там я нашел. Сделал специальную формочку, выдавил. И потом 2000 штук прикрутил. То есть, также все, что на мне, это делано или на заказ, или своими руками. Ну, в основном, своими руками. И все это по источникам и по музейным археологическим находкам. Погрешности не допускаются, потому что мы занимаемся научной реконструкцией. Это не театральное действие. То есть, наша задача не просто сделать образ, а еще доказать, что оно здесь должно находиться. И что оно именно такое. В основном, костюмы, это настоящие, или это металл, или шерсть, или лен обязательно, или, ну, шелк. Сейчас холодновато, шелк мы не носим. Сегодня я играю роль дружины прокуратора Понтія Пилата Клавдії. Ця роль більш така драматична. Задача Клавдії була переконати свого чоловіка Понтія Пилата, что Иисус не винен в всех грехах, в которых его звинувачивают. И она плакала, она сказала чоловіковой, что я бачила сон, я бачила видение. Он ни в чем не винен. Отпусти цего праведника. Образ у меня повністю античної жінки, це перше століття, початок другого століття. Все від тканини, яка робилася руками, все за античними розкопками робилося. Взуття шити також руками, ви бачите, дві туніки у меня. Також прикраси у меня за розкопками античними. Тобто максимально навіть зачиска приблизна до античних образів. Це вище за середній, це такий, ну, високий рівень, дуже дорогий такий рівень. Тобто, ну, я не знаю, ну, якщо перекласти на наші гроші, ну, пару тисяч доларів це буде. Я играю, если кто изучал или смотрит в Библию, то в последних, скажем, днях жизни Иисуса Христа, Спасителя, ну, такой персонаж Варава. Вот я как раз представляю его. Это был разбойник, которого отпустили вместо Иисуса Христа. Его должны были распять, но его отпустили, а Иисуса Христа вместо него повесили на Голговском кресте. Вот я играю этот персонаж. По преданиям, это не библейская история, но по преданиям других историков, этот человек оценил жертву, которой он был спасен, то есть он потом уверовал во Христа Иисуса, будучи разбойником, он потом показался, стал христианином. Примерно такая была его история. Почему? Потому что он почувствовал, что вместо него умирает совершенно невиновный человек. И это сильно сыграло в его жизни, сыграло большую роль. И действительно царь иудейский, кто ты на самом деле? Привели тебя и просят предать смертной казни. Жаждете ему смерти? Пилат, я умоляю тебя отпусти Иисуса, Пилат, прошу. Вы должны забрать и судить его по своим законам. Браво отпусти Иисуса Христа. Браво! Разошлись! Разошлись! Подписывайтесь на наш канал! и ты не наблюдаешь это, переживаешь это по-своему, но когда ты там, ты, во-первых, ты ощущаешь причастность к этому делу, второе, я читал Библию не раз и я читал историю об Иисусе, как его везли на казнь, как ему одевали черновый венец на голову, но я никогда не задумывался, что он переживает и когда ты находишься там, ты можешь хоть от счастья это ощутить и одно я понимаю, что Иисус, Он сильно любил людей, Он любил и поэтому Он отдал Себя за нас, за людей, которые здесь, Он пошел на крест, Он страдал. Я очень благодарна, потому что это нужно знать всем, потому что многие не знают, что такое Пасха и за что Он Христос и кто такой Иисус Христос. Я еще не успела еще раз смотреть, но сейчас я смотрю древнюю часть, древние помпеи, как по мне это все русские. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok